МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о последних событиях Могилёва. Музей БУС «Цветы Великой Победы» побывал в Могилёве. Первой стоянкой стала Площадь Звёзд. В БУСе собраны экспонаты, отражающие историю освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Они привезены из Музея Великой Отечественной войны в Минске, а также собраны из разных регионов Беларуси. Можно было увидеть на выставке и предметы быта беларусов, национальные костюмы, предметы искусства, ручной работы. В Могилёве готовят сток-ярмарку. Обновить гардероб без ущерба кошельку можно будет 18 июня в сквере 40-летия Победы. В сток-ярмарке примут участие несколько десятков предприятий, концерна, Беллэхпром и частники. Будут торговать одеждой из коллекций прошлых сезонов и хозяйственными товарами. Скидка предполагается от 30 до 70%. В Международный день доноров в Могилёве безвозмездно отдали кровь 50 человек. Обычно в Могилёвской станции переливания крови принимают 35 человек в день. Во время акций по безвозмездному донорству банк крови пополнили 200 человек. Двухдневный библиофест устроят Могилёвские библиотеки Могилёва ко дню города и дню независимости. В Комсомольском сквере 2 и 3 июля с 12 часов на этноплощадке можно будет попробовать блюдо национальной кухни, познакомиться с бытом белорусских крестьян 17-18 века, изучить азбуку белорусского орнамента. А у открытого микрофона прочесть байки Кондрата Крапивы. Здесь же пройдёт фотосушка, мастер-класс по танцам, будет и мобильная библиотека. В театр, в кино. На карусели. В театр, в кино. Впереди выходные, и обещают, они будут солнечные. И если вы не любите футбол и не смотрите чемпионат Европы, то дома становится сидеть скучно. И тут на помощь приходим мы. В рубрике «По карману» расскажем, как с пользой для себя и экономией для кошелька провести уикенд в городе. Пешеходная улица Могилёва. Здесь неспешно прогуливаются горожане, обедают в кафе, совершают шоппинг в местных бутиках и фотографируются со звездочётом. Выходные как планируете провести? Ну, не знаем. Планируем поездить с друзьями. Собираемся часто. Съездим куда-нибудь, там, в парк-сити. Ну, любим покататься. Вон, километров 300 накатали уже. Съездить на дачу, на шлыки покушать. Тоже с друзьями покататься. Приближаются выходные. Чем займётесь? Ну, скорее всего, что грядки. Так вот весело будете проводить время. Что будете сажать? Ну, скорее поливать, потому что уже, в принципе, сезон, всё цветёт. Ну, смотря какая будет погода. А так в основном огород, наверное. Чем займёмся? Будем готовиться к экзаменам. Грядуют экзамены. Куда поступаете? В лицей. Удачи. Спасибо. Ну, а если не экзамены и огород, и вы остаётесь в городе, то нескучное занятие по душе можно найти. К примеру, погрузиться в мир кинематографа приглашают пять кинотеатров города. Цена сеанса от 50 до 60 тысяч рублей. Правда, можно сэкономить 10 тысяч рублей, если пойти на дневной сеанс. Легко посчитать, что семейный поход в кино «Мама, папа, я» обойдётся примерно в 150 тысяч белорусских рублей за билеты плюс попкорн. Как говорят кинопрокатчики, с воздушными кукурузными хлопьями фильм становится намного веселее. Погрузиться в историю родного края приглашают четыре музея Могилёва. Так, в областном краеведческом экспонируют археологические артефакты. А на противоположной стороне площади Славы, в городском музее, выставлены предметы старины. На выставки можно приходить в 10 часов утра. В это же время в парке культуры и отдыха начинают работать аттракционы. Один из самых популярных аттракционов «Весёлый горки» стоит здесь с 1983 года. По-прежнему исправен и вызывает массу эмоций. Прокатиться на аттракционе стоит 21 тысяча рублей. Диапазон же цен на других аттракционах начинается от 13 тысяч и до 34. Зависит от шкалы экстрима. Так что будьте готовы расстаться с частью вашего адреналина. В эти выходные отправиться можно и в зоосад. Посмотреть на диких зверей в естественных для них условиях. Входной билет для взрослых обойдется в 30 тысяч рублей для школьников 20, для дошкольников 15. И не забудьте прокатиться по железной дороге. Ну а совсем бесплатно, спросите вы, можно? В следующее воскресенье 26 июня на набережной реки Днепр состоится большой городской праздник. Так что приходите, будет весело. Ну и не забываем про водные процедуры. Летом вас ждут пляжи города Синоптики. В этот уикенд обещают до 28 градусов тепла. Так что сидеть дома точно не надо, ведь это нам по карману. Проехать в полмира, чтобы красить заборы и площадки в Могилевском детском доме. На первый взгляд занятие странное, особенно для взрослых людей. Я знаю, что у вас есть магазин, и вы даже закрыли его, чтобы приехать. Для чего? Для чего? Чтобы помочь. На удивление проходит, когда знакомишься с этими малярами-добровольцами ближе. За плечами у каждого местный приход в родной Ирландии, личная история и повод приезжать то в Кению, с Уганды, то в Беларусь, чтобы помогать приютам и домам малютки. В Ирландии уже давно нет подобных учреждений для детей. Оставшиеся без родителей малыши сразу попадают в приемные семьи. Каждая может взять не более четырех детей, предварительно пройдя курсы приемного родителя. Дети не теряются. Я просто чувствую, что должна приезжать и помогать. Я сама на правах мамы из гостевой семьи уже несколько лет принимаю одного мальчика, и когда выдалась возможность, сразу согласилась. В Ирландии я работаю в Центре помощи людям с особыми нуждами, и мне есть чем поделиться. Я сейчас не об этом физическом труде, а о каких-то иных социальных знаниях. Я думаю, что дело не в помощи другим, а в помощи себе. Я получаю от этого гораздо больше, чем отдаю. Это несравнимое ни с чем чувство. По сути, волонтеры делают то, на что работникам дома ребенка иногда просто не хватает времени. Забот здесь хватает. Более сотни малышей от нуля до трех, некоторые с особенностями здоровья. Здесь они социализируются, поправляют здоровье и готовятся к новой жизни. Дети, отобранные по постановлению комиссий, могут быть возвращены в семью при желании родителей, если будут устранены причины, послужившие основанием для отобрания этих деток из семей. По состоянию на 1 июня 30 детей устроено на семейные формы воспитания. Многие волонтеры, такие как наши герои, приезжают в Могилев по приглашению благотворительного фонда «Благо». Здесь уверены, что много помощи не бывает, поэтому надеются и на отклик самих белорусов. Часто люди осознанно отворачиваются от этих рассказов, от этих сломанных судеб, от этих сиротских глаз. На самом деле они не хотят открыто признать, что они равнодушны на самом деле, потому что ничего-то и не делают. Хотя рассуждать и судить о женщинах, которые отдают сюда этих деток, которые бросают, вот судей таких много. А по сути-то, если браться, то милосердный человек добрый, он тот, который делает. Говорит он об этом или не говорит, он просто идёт и делает тихонько. Но многие же ходят в храм, приобщаются к святыням каким-то, да, вот какого-то благочестия ищут. А написано, что истинное благочестие – это помогать вдовам и сиротам. Вот так говорит истина. Если вы хотите помочь малышам из дома ребёнка, звоните. В Могилёве скоро выберут самую красивую девушку. До конкурса красоты и грации остаются считанные дни, и барышни репетируют каждый день. Всё ради того, чтобы получить заветную корону и признание, что ты самая-самая. Держать осанку, обязательно улыбаться и не показывать малейшей усталости. Претендентки на корону Мисс Могилёв-2016 каждый день на сцене Дворца культуры области. Репетируют, не жалея ног, по пять часов на высоченных каблуках, отрабатывая все элементы невообразимо сложных постановок. Наверное, конкуренция может, как ты чувствуешься, когда ты, все девушки все красивые, ты чувствуешь всю их красоту, как они, стройные фигуры, красивые лица. Ну, как бы, это одновременные постёги у тебя быть лучше, не есть там ничего вредного, слизиться и фигурой, и лицом. Ну, это, конечно, помогает. Чтобы оказаться здесь, на главной сцене, барышни прошли серьёзный отбор. Прежде всего, первый критерий – это был рост от 172 сантиметров. Возраст девушки должен был быть от 16 до 24. Ну, естественно, девушка должна быть красивая, образованная, умная и нести в себе какую-то изюминку. Фигура, фигура, артистичность, то есть уметь себя подать правильно на сцене – всё это должно присутствовать в конкурсантках. То есть не только красивое лицо должно быть, я так скажу? Ну, конечно. То есть внутреннее содержание тоже должно быть достойное для участия в этом конкурсе. Любая девушка, я думаю, участница на данном конкурсе хотела бы забрать эту корону, но я считаю, что участие – это самое важное в этом конкурсе. И за сценочку раз. Да, с улыбочками, девочки, с улыбочками работаем. Красиво. На зрителя красиво. Вот. Молодцы, вы прекрасны, вы прекрасны. С участницами конкурса «Мисс Могилёв-2016» работали фотографы, визажисты и стилисты. Сейчас же, кроме дефиле, у девочек очень насыщенная программа. Красавицы побывали в доме ребёнка, читали любимые стихи, танцевали. Какая она настоящая, вот, мисс Могилёв, девушка, достойная такого звания? Красивая, умная, умеющая находить общий язык с другими конкурсантками. Ну и, конечно же, дружелюбная. Могут быть то примерки, то какие-то репетиции танцев. То также наш руководитель Татьяна Сергеевна вводит там в спа, в фитнес. Мы ходим, занимаются шейпинг, пилатес. Мы всем этим занимаемся. И, ну, чтобы в очки раздеваться. Это будет имя города, лицо города. Частично за славой, значит, тоже пришли. Ну да, кто как бы не пришёл за этим. Но, как бы, главное участие, как все говорят. Программа, говорят организаторы, в этом году будет необычной и фееричной. Это стоит увидеть собственными глазами. Интрига сохраняется, но нам всё-таки выдали небольшой секрет. Будет также необычный танец с очень интересной музыкой, замечательной постановкой. Это будет сюрпризом для зрителя, я думаю, будет интересно. Танцевать на каблуках будете? Нет, танцевать мы будем босиком. Я желаю всем девушкам победы и чтобы все были счастливы. Лето – это хорошее время для прогулок на велосипеде, игры в футбол и волейбол. А ещё лето – это классная пора для экстрима. Специально для программы «Встретимся у звездочёта». Сегодня прыгаем с моста. Знакомьтесь, это Алексей. На место прыжков он приходит самым первым. Именно он отвечает за технику безопасности и подготавливает место для джампинга. Сейчас мы идём по технической части моста, чтобы закрепить необходимое снаряжение. Программа «Встретимся у звездочёта» приобщается к экстриму. Обвязываем металлические балки протектором, чтобы не повреждать наши верёвки. Ну а дальше будем на них цеплять основную прыжковую верёвку. Встретимся наверху. Поднимаемся с оператором наверх. Высота внушительная – приблизительно шесть этажей. Однако нам рассказали, что эта высота стажёрская. Называют её так, потому что с этого моста в основном прыгают в первый раз. Экстриму, а самое то, мне так кажется. Саш, ты попрыгнул? Нет? Профессиональные джамперы предупреждают, что прыгать запрещено, если есть проблемы со здоровьем или были серьёзные травмы головы. В таком случае резкий всплеск адреналина может только навредить. Ну а те, кто всё-таки решились полететь с моста, могут за себя не бояться. Все будут живы и здоровы. Я обычно стою наверху, инструктирую людей. Даже если он меня не будет вообще слушать и прыгнет, как ему в голову сбредёт, всё равно ничего опасного с ним случится, потому что его в любом случае уведёт на майке. А вообще больно, когда летишь и потом, да, рывок вот этот вот, вообще это больно? Многие спрашивают. На самом деле, если хорошо оттолкнуться, выслушать меня, если сделать правильно, то можно даже не почувствовать момент подхвата и рывки. То есть, кажется, летишь вниз, оп! Я тебе не верю! И на той стороне. Для этих могилевчан прыжки с моста – дело обыденное, но они всё равно не забывают о технике безопасности. Шлем и удобная одежда – обязательное условие для прыжка. Но раз Лёша вязал верёвки, он и делает первый испытательный полёт. Честно говоря, я за него боюсь. Пошла, Лёша! Внизу чисто! Ура! Скайкает с могилёв! Поехали! Ужас! Как будто прыгала сама. Всё отлично, как всегда. Станция достаточно мягенько повязана. Всё отлично, можно веселиться. Мне кажется, я боялась за тебя больше, чем он сам за себя боялся. К слову, прыгают не только мальчики. И с удовольствием в пропасть бросаются и девочки. На счёту Насти почти тысяча прыжков. Для неё это дело обычное, поэтому в своё хобби вносят изюминку. Сейчас будет прыгать с переворотом. Реди, сет, гоу! Ну что ж, настало моё время. Решаюсь прыгать. Саша, ты уверен? Тогда на. Что ты мне даёшь микрофон? У меня тут истерика. Далековато, многовато. Всё-таки прыгнуть не решилась, но на себе испробовала максимальный всплеск адреналина и хорошо провела время. Как говорят джамперы, кто прыгнул однажды, будет прыгать всегда. Ну а эту версию мы проверим в следующий раз. Этого человека называют Леонардо да Винчи Приднепровского края. Николай Ястребский. Гениальный инженер-механик, который спроектировал одно из самых современных инженерных сооружений 19 века, Днепровский мост в Могилёве. Он же непосредственно руководил его строительством. В 31 год Николай Ястребский стал самым молодым лауреатом Демидовской премии, которая появилась почти на 100 лет раньше Нобелевской. О престиже этой награды говорит тот факт, что её вручали Пирогову и Менделееву, Сеченову и Крузенштерну. А ледь цикава, это особо не только тем, что она была славутым механиком, а тем, что Ён вырышил поспробовать себя у галине литературы. Во всяком случае, Николай Ястребский вырышил просто-напросто написать про тях славутых мёртвых душ Миколая Гоголя. С этим связана одна из величайших мистификаций, которая всколыхнула всю Российскую империю. А дело было так. В 1859 году в разуме со своим сябром, а он посебровал с директором Могилёвской гимназии, он сказал, что у него есть отсудовно заховавшийся урывок другого тома мёртвых душ, который, как нам ведомо, Николай Васильевич Гоголь спалил. Его друг пришёл в полный восторг от того, что гениальный труд Николая Васильевича сохранился и предложил Николаю Феликсовичу напечатать продолжение мёртвых душ в Санкт-Петербурге. Ястребский своё добро дал. Так, в 1872 году в журнале «Русская старина» появились приключения Чичикова или «Мёртвая души» поэма Николая Васильевича Гоголя. Новые отрывки и варианты. Это было сенсацией. Разумеется, воду, когда поглядеть, особенно материалы 1872-73 года, воду, как и чудовная, профессора, доследчики писали, что вот урэшти-рэшти знойдены урывки сюжета, вот мёртвый душ протяга. Причем сказали, что Таллин Гоголя не послабел, и он раскрылся ещё в большем таком вот масштабе и так далее. От подобных хвалебных от Николай Ястребский несколько растерялся и публично признался в собственном авторстве произведения в статье «Подделка под Гоголя. Литературный курьёз». В это поверили не все. Прежде всего, чтобы дописать эти отрывки, нужно, кажется, иметь нечто большее, чем одно желание пошутить со своего доверчивого и неразговорчивого друга. Нужно знать и любить Россию, как её знал и любил Гоголь. Нужно быть и настоящим русским человеком. Это значит и русским с детства, и через всю дальнейшую жизнь. Нужно иметь громадную писательскую практику, которая дала бы возможность так по-мастерски отработать каждую фразу этих отрывков. И, наконец, мелочь. Нужно иметь хоть частичку таланта Гоголя. Григорий Данилевский. 2 августа 1873 года. Позже исследователи выяснили, продолжение «Мёртвых душ» действительно произведение могилевчанина Николая Ястребского, гениального инженера, талантливого писателя и великого мистификатора 19 века. Знакомьтесь, это Тоня. Её история и грустная, и счастливая одновременно. В семье Кулешовых эта милая такса появилась 7 лет назад. Мы её взяли с щенком. Я помню, у нас тогда не было денег, и мы её должны быть даже у бабушки. Это как бы был очень счастливый такой момент, даже неожиданный. То есть мы хотели, ещё недавно собака у нас была, но мы её нашли на улицу, она, видно, сбежала. И потом нашёлся хозяин. Но радость от общения с резвым щенком длилась недолго. Тоня попала в аварию. Прямо на глазах у хозяев. Александра до сих пор с дрожью в голосе вспоминает этот кошмар. Помню, мы отвезли в бедклинику. Там ей делали двухчасовую операцию, драгостойщую. И как бы она три месяца лежала в постели, не двигалась. А потом, после этих трёх месяцев, брала в повязку и выводила на улицу. Хозяева Тони выходили. Но два года назад последствия аварии дали о себе знать. У собаки отказали задние лапы. Красавица ты моя. Тонечка, любимая, красивая. Тоня. Тоня. Лапочка ты моя. Иди сюда. И Тоне, и её хозяевам пришлось привыкать к новой жизни. Но мысли избавиться от собаки не возникало никогда. Ей решили смастерить инвалидную коляску. Но с модельной конструкцией Тоня не подошла. И тогда Кулешовой заказали её в Санкт-Петербурге. Полмесяца Тоня училась ходить заново. Она очень любит шоколадки. И то есть я её всё время манила этими шоколадками. Всё время мне брат трасывал с окна шоколадки. И я вот давала ей каждую патную. Чтобы она хоть немножко двигалась. Метр, два, чуть-чуть. И так вот. Сейчас для неё и километр, не расстояние. Побежали, побежали, побежали. Пойдём, пойдём. Пойдём, пойдём, пойдём. Люди, конечно, обращают внимание на эту необычную собаку. И реагируют на неё совершенно по-разному. Некоторые обходят стороной, думают, что это очень странно, непонятно. Некоторые, наоборот, подходят, хотят пожалеть. Кто-то боится, кто-то, наоборот, счастлив, что кто-то думает, что это плохо для собаки делают. То есть, наоборот, усложняет неживность. И когда вот подходят, спрашивают, что случилось, уже, наверное, на двух тысяч людей повидала, чтобы объяснить, что это такое. Для хозяев Тоня не просто домашний любимец. Она полноправный член их семьи. И от других собак отличается, пожалуй, только тем, что чувствует острее и понимает больше. А искренняя собачья благодарность возвращается хозяевам бумерангом добра и преданности. Эта забавная собака-трансформер совсем не вызывает чувства жалости. Скорее, умиления. А ещё глубокого уважения к её хозяевам, для которых фраза, мы в ответе за тех, кого приручили. Не просто строчка из книги. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА